здарова танкисты всем привет с вами серёга с вами эндомит и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры world of tanks у нас на обзоре т-69 средний американский танк 8 левела проходная прокачиваемая ветка вот барабанный танчик до барабанный мини хомяк на 10 ловили только на 8 но это средний танк хомяк у нас тяжелый теперь чего уже да ну и начнем мы конечно же с бронирования пойдем поглядеть и так коллижен модель нашего т-69 начнем с корпуса вот у нас какая-то выемка интересно кстати раньше даже не обращал внимание нлд 109 ближе к каткам ну здесь вот 107 здесь по 140 всегда у него было до в лд 157 а вверху есть вот такая интересная зона здесь хорошая приведенная броня у нас наклон доходил так правильно поставим в 195 вот это место под башней казалось бы тоненькой до 63 5 миллиметров но при идемке 261 рикошет поэтому вот этому товарищу верхнюю часть корпуса лучше не стрелять есть вот тут все ниже пожалуйста гуляйте те касаемо башни воротник под башни 82 94 86 104 то есть полный картон а вот сама башня вокруг ствола видите какая она такая закругленная здесь все будет у нас рикошет я уверен да рикошет рядом дальше 220 237 здесь 196 250 здесь все аналогично 200 230 ну вот это нижняя часть до 114 есть лючок на сто семьдесят четыре миллиметра башня в целом неплохая воротник картон корпус верхняя вот эта часть хорошая все что ниже нлд и нижняя часть в лд картон вот 76 миллиметров у нас борт вот мы можем спокойно на этом танке танковать но вот бьется через каток как и многие танчики включая этот а так в целом тут все нормально вот такой вот бронируем так с броней разобрались смотрим основные модули у нас здесь две пушки вот значит у стоковой 150 альфа 240 на топовый но у нас токовый 5 снарядов и с бронепробитием 175 и 210 на голде это конечно жестоко играть на восьмом левеле да вот дпм 1900 время сведения 2 и 3 комфортно 038 точность здесь время сведения менее хорошего поэтому будем использовать обязательно в комплекте оборудование усиленные приводы наводки вот 4 снаряда в магазине общий дпм 3745 038 точность вот кд между выстрелами 2 секунды а здесь чуть меньше но все равно на этой тачке надо играть на доповой пушечке вот касаемо рации тут все понятно 750 метров против 420 однозначно качать топовый двигатель тоже 550 лошадей на стойке у нас 460 как минимум процент 12 там где-то подвижность можете рассчитывать вот 42 градуса в секунду здесь 3 свой плюс 4 градуса секунду плюс 10 процентов поворачиваемость так что давай качайте вот я полевую модернизацию еще не качал ну давайте смотреть а что нам тут нужно а штрафа так это круто не нужно вот а вот это нужно то есть легкосплавные узлы крепления дальше точность у нас 0.36 от разброса при движениях ходовой и то и то надо я либо ничего не качал бы здесь вообще либо может даже настройка рычагов подвески все-таки барабан движение будем часто стрелять максимальная скорость назад хорошая вещь незаметности после выстрела мы никогда вперед не лезем танк и за спин стрелять такой некий крыса потому что ну потому что вот поэтому на и на киболевую маскировку фар будет актуальней разведка живучесть ну наверно поставил на разведку доп обзор так касаемо оборудования в основной слот дающий дополнительный бус на подвижность мы ставим вентилятор ставим стаб и приводы этому танку под мое мнение да ничего другое больше и не надо вот такой вот комплект оборудование по снарядам ббх 914 основной тип снаряда голда у нас кумулятивный снаряд 1143 летит как для кумулятивного снаряда невероятная скорость полета просто невероятная для кумуляции вот снаряжение ремка аптечка огнетушитель желательно автоматически четыре члены экипажа перки наблюдать перед собой таблички по вену у нас все хорошо минус 9 по хп у нас 1350 как для среднего танка норма по мобильности 51 с половиной вперед 40 ой 20 назад почти 16 лошадей на тонну по незаметности перк незаметными а только качается не у всех причем 2135 процентов 30 точно можно раскачать по обзору 414 метров конечно мы слеповато просится сюда просветленка но вот эти вот это оборудование в целом для нас важнее по плюсу минус нормальная подвижность плюс по броне как для ст хорошая броня потому что часть влд у нас крепкая у нас хороший бор и большая часть башни не считая воротника да у нас достаточно крепкая так что у ст-шки достаточно крепкая башня ну воротник да вот по обзору слеповатый минус по незаметности плюс по количеству хп тоже плюс по пушке все ровно у вены есть быстрые снаряды есть нормальное бронепробитие вот здесь все хорошо предлагаю уже отправляться в бой дайте посмотрим а чё у нас т-69 может в современном рэду погнали так у нас обзор боем т-69 американский средний танк проходная прокачивание ветка восьмого левела да барабаны танчик чем его затестим подвижность мне его сразу скажу не нравится сейчас все сами увидите попали все так кстати к шестеркам а это у нас арта странная интересная значок у меня какой-то модный 122 тр тоже какой-то модный вот такая вот подвижность смотрите чуть-чуть быстрее тяжелых танков только 42 41 42 43 44 то есть набирает очень медленно максималку да и максималку здесь сразу вот то ли дело БЗ раз свои ракеты и понесли так так тычечку дали полетел вперед хорошо хорошо а правду нет тычку лишнюю половину было раньше не следил я за барабаном так лук делает на левом удастся так еще тычечку выписали хорошо все, Лео готов кодешимся так, ну что, 900 уже дали ух, да, результат так броня не побрита но мы же без голды стреляем поэтому и не пробита поэтому и не пробита засранка засранка танков-то на этом направлении дофига что-то даже говорит и не пробит а и 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 по низу тут никак не обойдут Негодяя разный 6.8, чёрт-то 6.8 Не надо валить Потому фланг ему приключение начался Тай бог 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 И тут его нету, гулял уже. Так, интересно, где это? Это плохо. Ой, я застрял. Ага, вон кустики падают. Я как Даш путешественница. Туда. Туда. На фугасиках воюют. На фугасиках воюют. Две арты и остался Хелк. И все. Хелк это забрать и дела наши будут нормальные. И все. И все. И все. И все. И все. И все только сюда не сжахать. КВшник должен помогать. Этого я блондунами долго забирать. И все. И все. И все. И все. И все. ВЫСТРЕЛЫ Снаряды заканчиваются? Вот что плохо. стоит не светится на своем хэлтэке вообще к в 2 давай давай родной вперед две минуты осталось ё-мо-моё все за артой едем ага вторая арта там это хорошо прошло вниз попал поехал вот так там собрался родной 39 секунд ребята надо забирать вот это как победу что у нас тут две двести пятьдесят сто тридцать две с половиной тысячи что-то мы тут успели дать мы красавцы на этом все три фраза господи вот когда по всей карте пришлось ездить за этими врагами врагами но барабан как бы сами понимаете решает да все победили т-69 о второе место по урону да т-103 еще хороший аппарат ребят что хочу сказать по аппарат видите три звезды да все равно на этом танке ну скажем так не всегда прям получается так прям хорошо делать вот как сейчас всего лишь 2 500 казалось бы барабан потенциально могли там 4k выдать но вот ведь не получилось пишите комментарии у кого если танк в ангаре какой вы используете оборудование ведь какой-то прям нестандартный мне она заходит не знаю может быть я не прав пишите свою версию для ребят которые только будут садиться на эту ветку на этот танк вот я как по себе этому танку поставлю твердую четверку может на нем ездить нагибать все-таки барабан это всегда удобно в первую очередь вот а вы ставьте лайкосы подписывайтесь на канал танчик годный факт поддержи брата танкиста лайком под этим видео подпиской на канал ну и конечно прожми колокольчик чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре а